Те, кто хоть раз организовывал свадьбу, знают, что мероприятие это не только торжественное и волнующее, но и сложное, затратное. Планируется оно заранее, требует немалых сил и средств. Поэтому решение о переносе давно распланированного и оплаченного свадебного торжества даётся нелегко, даже если причина – пандемия коронавируса. А кто-то, вопреки режиму самоизоляции, не стал отзывать уже разосланные свадебные приглашения. Одни рискнули в надежде, что болезнь их не зацепит, а другие и вовсе уверены, что COVID-19 – это всемирный медицинский заговор. На этом видео из соцсетей видно, как гостям при входе в ресторан обрабатывают руки антисептиком. Однако относятся они к этой процедуре на удивление легкомысленно. Слово мнения у людей разные. Некоторые считают, не стоит собираться даже в узком кругу. Другие же не видят в шумных кампаниях в период пандемии ничего плохого. Для меня это очень серьёзно и желательно, чтобы. Конечно, такие свадьбы – это очень хорошо, конечно, но желательно их перенести. Нельзя, конечно, собирать. Сейчас более опасный пик у нас, как говорится, и лучше не собирать, конечно, всё это. Хорошо было бы себя обезопасить, конечно, но а что делать? Веселиться и жить, семью создавать надо. А можно чуть-чуть попозже, чтобы всё утихло. Медики, общественники, волонтёры – все как один призывают людей к осторожности. Но заставить людей, мечтающих соединить себя узами брака, повременить со свадебными торжествами, не удалось даже после закрытия ресторанов. Молодые люди стали собирать многочисленных гостей под крышей собственного дома. Есть огромные большие очаги центра заражаемости, а это общественные мероприятия, такие как похороны и свадьбы. Если, допустим, на какие-то выпускные вечера и так далее, тому подобные мероприятия люди могут не ходить, то совершенно понятно, что в силу нашего менталитета, в силу нашего мировоззрения не пойти на похороны. Это, естественно, является каким-то вон, выходящим из рамок вон, таким, можно сказать, моральным преступлением для каждого. Но сейчас как раз таки именно то самое время, когда необходимо, не то, что можно было бы, а необходимо делать эти исключения. Свадьбы можно не переносить, перенести можно какую-то торжественную часть, заключить брак, совершить обряд ника, бракосочетание. Наши имамы уже не в первый день говорят с начала всей этой ситуации, что это всё можно сделать упрощённо. А когда всё закончится, можно собрать, как и в бывалые времена, родных, близких, друзей, знакомых. Теперь представители духовенства призывают и похороны проводить с участием только самых близких, не говоря уже о свадьбах. Эти свадьбы, к сожалению, есть, которые всё ещё не осознают масштаб этой болезни. И по-прежнему собирают людей, проводят пышные свадьбы, закрывают там известные рестораны. Этого всего делать нельзя. Надо всего этого избегать для того, чтобы не заражать людей, не заразиться самому. Учитывая сложную ситуацию в регионе, духовенство призывает на время отказаться от национальной специфики проведения многолюдных и пышных свадеб. Обряд никах, что оно значит? Обряд никах можно проводить в присутствии шести человек. Это жена, муж и её свидетели с обеих сторон. Вот это обязательно при совершении никаха. А всё остальное, это всё желательное и от себя чина. То, что люди собираются сотнями, вот это всё можно избежать, вот это всё оставлять. А чтобы понять, насколько опасно может быть свадебное торжество в разгар пандемии, достаточно заглянуть в статистику республиканского оперштаба и представить, что если среди гостей окажется хотя бы один бессимптомный носитель инфекции, то через пару недель несколько десятков участников торжества, включая родителей молодых, могут оказаться на больничной койке и оценить, нужна ли нам свадьба такой ценой. Фаина Куршева, Мурат Кемрюгов, Архиз, 24.